Губернатор области Юрий Берг побывал в малокомплектной основной школе села Алабайтал летом прошлого года и поддержал идею ремонта здания, потребовав при этом, чтобы новая школа соответствовала уровню нынешнего века. С того дня прошло всего 9 месяцев и в новом, не просто обновленном, но капитально отремонтированном здании Алабайтальской школы новоселье. На открытие приехали губернатор, депутаты ЗАГСОБа, строители все те, кто имел отношение к непростому ремонту школы. Для учителей и учеников школы новый класс, холл и оборудование большой праздник. Для строителей и органов власти ремонт стал очень большой проблемой. Представьте, на крыше лежало почти 600 тонн асфальта. Это действительно было бы страшно. Ну, наверное, вот такому быть, чтобы пришли вот люди. Быстро все сделали и, главное, серьезный подход был у строителей. Однако сложности позади и настроение в школе приподнятое. Учатся в ней сегодня 22 ученика, плюс еще в детском саду при школе 20 будущих школьников. Именно поэтому малокомплектная школа в Алабайтале была отреставрирована, и уровень ее превосходит некоторые городские образовательные учреждения. Живет в село, работают люди. Есть где учиться детям, значит, у Алабайтала хорошее будущее. Это привлечет, наверное, молодежь, молодых мам, пап. И у них появился, наверное, стимул для того, чтобы своих детей, и они бы захотели обучать именно здесь, в таких условиях, каких нет не во всех школах городских. И мне кажется, что детей у нас будет больше. Торжества в обновленной школе проходили в маленьком спортивном зале, где собрались дети, родители и, конечно же, гости, которых приветствовали традиционным татарским танцем. Звучали слова поздравлений и благодарности строителям и организаторам работы. И, конечно же, вручались подарки. Губернатор подарил новой школе сертификат на 100 тысяч рублей, что искренне обрадовало преподавателей, а губернатору вручили вышивку с символом села Алабайтал – конем. За последние годы мы привыкли к тому, что все больше школ области обретают современный облик. Но дел впереди еще много. Очень серьезная работает программа переустройства, переоснащения и ремонта образовательных учреждений. Поэтому сегодня 50% наших образовательных учреждений примерно вот в таком состоянии. Осталось еще 50%. Станислав Колесников, Виктор Яковлев, Биреевский район. Новости дня.